Самая старая открытка, которая представлена на нашей выставке, это открытка художника Стрелкова 1954 года, на которой изображена Спасская башня. И эта открытка так полюбилась всем, что она издавалась вплоть до 1959 года. В 60-е годы начался массовый выпуск новогодних почтовых карточек. А ведь было время в 30-е годы, когда все новогодние традиции, елки и открытки в том числе, считали чем-то вражеским. И запретили им быть. Первые карточки были рисованными. Известные художники изображали не только лесных зверушек, Деда Мороза, но и достижения науки и техники. Освоение северных территорий, покорение космоса, великие стройки и даже государственная символика. По открыткам можно проследить историю нашей страны. Именно в советской стране была очень хорошая, замечательная традиция. Когда мы шли на почту или в киоске «Союз Печать» и покупали пачками эти открытки, рассылали их всем своим родственникам, друзьям и знакомым. Кстати, мы же все ждали, какая же открытка придет в этом году и что на ней будет изображено. Алла Владимировна – одна из тех, кто трепетно хранит все советские открытки. Ее коллекции – их более 300. Часть предоставила для этой экспозиции. Сегодня профессор Агау Федорова, преподавая студентам историю, призывает молодежь так же бережно относиться к тем вещам, которые впоследствии станут ценностью для будущих потомков. Без памяти нет истории. Как нет памяти без истории? Мне все говорят, какая ты немодная. Вот есть интернет, надо послать по интернету поздравления. Я каждый год покупаю очень красивые открытки и даже дорогие. Их выбираю с таким наслаждением и дарю своим близким, друзьям, родственникам, детям, внукам. Потому что я думаю, что через 50 лет они достанут какую-то открытку, которую подарила бабушка, и будут ею любоваться. И она будет уже не такая. Здесь можно проследить, как с годами открытка трансформируется. В 80-е годы – это уже натюрморт и фотография. В годы войны, например, Дед Мороз изображался с автоматом, а Снегурочка в роли санитарки. Старшее поколение, придя на выставку, испытывает ностальгию. А молодежь, живя под влиянием электронных гаджетов, с любопытством разглядывает, с помощью каких малых сюрпризов, открыток советские люди доставляли друг другу радость. Анна Золотухина, Владислав Горбунов. Новости дня.